Сколько было это, формы нет ни у кого. Вот, ношеном ходим, бабушки. То есть и зарплаты не было, и формы новой не было. А что у вас было? Только оружие, да? Еды было в досталь. Но вам волонтеры, опять же, помогать. Опять же, спасибо волонтерам. Все волонтеры делали, все волонтеры. То есть те деньги, которые Семен собирал на карточку, они... Я не знаю, кто там собирал. Ну как, карточки публикуются на его странице в Фейсбук, на странице батальона Донбасс, просто большими буквами. Постоянно. Наверное, что поступления идут? Наверное. Но вы не получали? Нет, конечно. Оттуда... Я знаю, что у нас когда... В Попасной цирк был ранен, скажем так. Цирк позывной, да? Позывной цирк, да. Ну там получилось как, пошел минометный обстрел, и он в полной боевой, с автоматом, и он у нас еще гранатометчик был, еще и с гранатометом, с гранатометом, и с зарядами. А он сам еще точно такой, говорит, я бегу, значит, к окопу прыгать, а там парень сидит. Я же на него, говорит, не прыгну, и он прыгнул в сторону, и приземлился на одну ногу, неудачно, еще под бок, короче, он сломал ногу. И вот тут-то и началось самое интересное, что ты сломал ногу, это же не ранение, пиши, что ты бытовую травму получил. Давай мы возмущаться все. Это Попасное было, да? Это было Попасное. А когда была Попасное? Это буквально, по-моему, 20 июня. 18 июля. 18 июля, июля. 18 он только поехал. Подожди, мы приехали. Как у него позывной цирк, да? Цирк, да. Он действительно циркач сам. Выступает в Шапито. Ну, а был циркач оформлен официально? Наверное, что же нет? Он был официально оформлен. Сейчас расскажу. Очень интересно. Просто это мой подчиненный, поэтому я хорошо знаю. Так вы родный командир? Я нет, я командир отделения. Командир отделения. А отделение-то сколько человек? Здесь. В общем, мы давали все возмущаться. Написали, что это было действительно в бою. Приобстрелись с минометов. Наложили ему гипс. Отправили его сначала в Харьков. В Харькове его с госпиталя выгнали. Потому что, как нам сказали тогда, он не военнослужащий. Вот. Значит, ну, он отлеживался там у каких-то знакомых. А, его потом... А, нет. Я сначала ходил к этому нашему терапевту, врачу. Брал его там за горло, трусил. Потом, пока это не дошло до комбата. К комбату пришел, высказал свое ФЭ. И вот тут же положили в госпиталь МВД. Все-таки был ли он оформлен официально после этого вопроса? Сейчас расскажу. И недели через три он начал писать, что ему и лекарства надо, и кушать что-то надо. Опять же начал ходить и к терапевту, и к комбату, там, просить, умолять, требовать. Продолжение следует...